закончился неудачно я сегодня из дому участвую в этом заседании простите меня надо выбирать хорошего доктора я постараюсь спасибо коллеги у меня количество заседаний плодится спасибо Спасибо. 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 Франтель был одним из первых, кто отметил эффект пограничного слоя в задачах гидромеханики. Помимо пограничных слоев есть также внутренние слои, которые получили название контрастных структур в работах научной школы Тихого. Много работ таким уравнением, таким задачам посвящены калитке гидромеханики. Особенностью решения этого уравнения является наличие областей резкого изменения решения в ответственности граничных или внутренних точек. На графике поставим пример с двумя пограничными слоями и тремя внутренними. Проблема при решении таких задач состоит в том, что, как правило, это нелинейные уравнения, которые не имеют точного амниотического решения. Численные методы для решения жестких задач в основном построены на неявных схемах, в которых есть свои недостатки. Это необходимость решать системы алгебраических и танцидентных уравнений, а соответственно доказывать сходимость решения в зависимости от выборной начальной точки. Явные числые методы имеют недостаток, что требуют значительного уменьшения шага интегрирования. Однако они более подпочтительны, поскольку они гораздо проще в реализации. И хотелось бы увеличить их эффективность при решении жестких задач. Одним из таких подходов является метод наилучшей параметризации. Доказана его эффективность при решении жестких начальных задач. Но у него есть также некоторые недостатки, которым я сейчас приду и покажу на пример. Сначала рассмотрим систему алгебраных дифференциальных уравнений с начальными условиями. Метод наилучшей параметризации состоит в замене исходного аргумента на новые и отсчитанной по касательной доле интегральной кривой исходной задачи. И мы исходную систему уравнений 2,3 таким образом преобразуем к новому аргументу и получаем систему n плюс 1 уравнений, где у нас появляется еще уравнение dt в квадрелянде. В этом году новый аргумент получишь название наилучшего аргумента, поскольку он доставляет системе уменьшую обусловенность. Помимо этого, преимущество этого подхода в том, что квадратичная норма правой части системы равна единице, а это большой плюс для численных методов. Посмотрим степенной тест, начальная тестовая задача, рассмотренная, предложенная в работе белого калиткина. Здесь за жесткой задачей отвечает параметр ксеноль, стоящий при косинусе функции ксиотель. Чем он больше, тем жестче задача. Ну и если перенести этот ксеноль в белую часть, то получится единице на большое значение, это будет малый параметр, то есть это сингулярно возмущенное равновение. Особенность этой задачи является то, что она имеет аналитическое точное решение, и мы можем в дальнейшем сравнить численные результаты с точными. В дальнейшем везде, где будет возможность сравнить с точными решениями, будет считаться средняя ошибка, то есть это среднее методическое отклонение. Точное отклонение. В трафике, в представленном решении этой задачи, можно обратить внимание, что при увеличении параметра ксеноль жесткая задача возрастает. То есть при ксеноле равном 1 у нас решение изменяется плавно, а при ксеноле равном 100 присутствуют резкие участки изменения решения. На слайде представлена задача, которую мы получаем при преобразовании степенного теста при лучшем аргументе лямбда. И на таблице 1 представлена средняя ошибка и время счета лямбда-прометризованная лямбда-прометризованная задача, полученная явным методом лямбда-прометризованной четвертого порядка с постоянным шагом. Здесь получены расчеты для ксеноле 1, 10, 100 и 1000. Причем мы фиксируем шаг интегрирования для лямбда-прометризованной задачи, а для непрометризованной мы выбираем шаг интегрирования так, чтобы совпадали порядки средней ошибки. И можно обратить внимание, что для непрометризованной задачи, по крайней мере, на порядок шаг можно было уменьшить. Где-то и несколько порядков, что отрицательно сказывается на времени счета. Рассмотрим результаты, полученные также явным методом рунги кута четвертого порядка, но с примерным шагом отсчитываем по правилу рунги с точностью текта. Начальный шаг интегрирования здесь указан в стопце параметра h0. Здесь также мы фиксируем точность текта для лямбда-прометризованной задачи и подбираем ее для непрометризованной задачи. Можно сделать здесь следующее наблюдение, что для лямбда-прометризованной задачи все вычисления заняли меньше секунды. Однако для непрометризованной это чем жестче, тем значительно больше времени занимает расчет. Причем для случая 7000, при шаге 1 десятая, получить решение не удалось. Для степенового теста можно сделать следующий вывод, что преобразование к наилучшему аргументу позволяет добиться большей точности участков контраста структур и получить решение тогда, когда традиционный подход не малоэффективен. И также с помощью наилучшей параметризации удается сократить время счета. Теперь перейдем к экспоненциальному тесту. Также рассмотрим работу в белой калитке. Здесь аналогично за жесткой задачей отвечают параметры ксеной и задача имеет точное аналитическое решение. В графике представлено решение. Это задача для параметров ксеной единиц и 50. Уже при ксеной равном 50 видно, что задача становится гораздо более жесткой, чем степенный тест. Здесь представлены на слайде задачи, которые мы получаем при преобразовании к наилучшему аргументу лямда. И численное решение. Средняя ошибка и время счета. Здесь применялся схемный метод рейдера с переменным шагом, высчитываемым по правой руке, это допустимо по грешности тета и начальным шагом 10 минус тета степени. Видно, что получить решение удалось только для нежесткого случая, когда ксеной номер равна 1. Причем янда параметризованная задача в большинстве случаев заняла больше времени счета. Для других случаев получить решение не удалось ни одним из подходов. Здесь явный метод рейдер с постоянным шагом. Здесь есть один случай, когда получилось вычислить численное решение для параметра ксеной равном 10. Однако, опять же, лямда параметризация здесь неэффективна. По сути, она заняла больше времени в два раза и получила ту же самую ошибку. Сделать вывод, что когда у нас задача иметь эксперименциальную скорость роста, наинтегральный привык, то наилучший аргумент янды оказывается не таким эффективным. И для решения, для попытки избежать этих недостатков, я предлагаю следующую модификацию наилучшего аргумента. В отличие здесь в том, что добавляется экспонент с некоторым параметром альфа в одной из слагаемых наилучшего аргумента. Полученный наилучший аргумент будем называть модифицированным наилучшим аргументом каппа или эксперименциальным наилучшим аргументом каппа. Здесь представлено в форме 13 задач, которые мы получаем, преобразуя исходную начальную задачу к эксперименциальному наилучшему аргументу. И посмотрим, как он себя ведет при решении рассмотренных ранее задач. Это система, которую мы получаем при преобразовании степенного теста к модифицированному наилучшему аргументу. Мы уже в прошлый раз при рассмотрении степенного теста сделали вывод, что для степенного теста именно лямбдопреобразование было гораздо эффективнее, чем решение задачи напрямую непрометризованной. То есть здесь остальные только лямбдра и каппа преобразования. Здесь также решено методом наилучшему аргументу четвертого порядка с постоянным шагом. Здесь также фиксируются шаг и лямбдопреобразования и подбираются для эксперименциального каппа преобразования так, чтобы совпадали порядки ошибок. И есть колонка альфа, это вот параметр преэкспонент. Ну, здесь, в общем-то, шаг интегрирования получился везде плюс минус одинаковый, но разница несущественная. Но можно обратить внимание, что время счета для каппа преобразования выше, иногда в несколько раз, чем для лямбдопреобразования. Ну, посмотрим теперь, как этот подход новый предположенный мной ведет себя на экспоненциальном тесте. День задачи, которые мы получаем при преобразовании экспоненциального теста к модифицированному лучшему аргументу. Ранее мы получили результаты, что при ксеноле больше единиц вообще не получилось решить задачу. А здесь мы видим, что экспоненциальный лучший аргумент смог обеспечить численное решение вплоть до параметра ксеноли равным 50, причем с достаточно хорошей точностью и запременного времени. Я прошу прощения, да, это был метод Эйлера с примененным шагом. Начальный шаг H010-5 и параметра Альфа у нас 100 для экспоненциального лучшего аргумента был взят. В следующем слайде рассматривается решение явного места Эйлера с постоянным шагом и параметра Альфа в отдельной колонке, поскольку он там менялся. И здесь, в общем, такой же вывод. Экспоненциальный лучший аргумент смог получить численное решение тогда, когда с другим подходом этого не удалось делать. После прикладной задачи рассмотрим следующую, представляющую собой математическую модель одномерного стационарного потока, возникающего при вдувании газа в канал с постоянной и переменной увеличивающейся площадью поперечного сечения, которая представляет собой следующую систему на вес токса. И здесь Х – это безразмерная координата, считанная у другого длины канала. У – безразмерная скорость газа относительно скорости звука. И, ну, самое важное, А – это функция от Х, безразмерная площадь сечения такая, что А от нуля, ну, А при х на нулю – это единица. В работе Чанг и Хауэса доказано, что для больших чисел рейнольц эта задача сводится к решению сигулярно возмущенной кривой задачи линейного уравнения, вида 17, с кривой условиями 18. Посмотрим более простой случай постоянного сечения, когда у нас А принимает значение 1. Тогда у нас получается более простое уравнение 19. И везде для численных расчетов будем принимать следующие значения для кривых условий и показателей гамма. Которые внизу слайда указаны. На графике численное решение этой задачи. Для Epsilon равна 1 и 1 десятая. Видно, что при устремлении Epsilon к нулю задача образуется пограничный слой. Здесь я представлю задачу, которую получаем при преобразовании к наилучшему аргументу линда. И здесь при преобразовании к модифицированному наилучшему аргументу капа. Я не буду сильно останавливаться на этом. Здесь представлено время счета, численного решения этих задач. Исходная задача голубым цветом, наилучшая параметризация рыжим цветом, модификация наилучшей параметризации зеленым. По числению были проведены методом стрельбы с точностью вот это 10 минус 3. В бомбре стрелки 10 минус 3 и вспоминением нямного метода элера с переменным шагом. Для начальной шага дегрирования 10 минус 4. Видно, что вот здесь у нас эпсилон от единицы до 1 десятой. И видно, что вплоть до 1 десятой параметризация получается неэффективной практически. То есть исходная задача без всяких преобразований хорошо считалась. Но дальше уже при эпсилон равном 1 десятая преимущество наилучшей параметризации здесь очевидно. Разница во время счета 352 раза. Если пойти дальше, то для более меньших эпсилон получаем, что получить решение исходной задачи вообще не удалось. Потом при 8 слотах был последний случай, когда удалось получить решение для задачи, преобразованной к наилучшему аргументу лента. И самый лучший здесь подход оказался экспоненциально на лучший аргумент. Эту задачу удалось решить при эпсилон 5 сотых. Сколько здесь нету, здесь какой-то был альфа. Здесь в скобках указаны показатели параметра альфа с экспонентами, экспоненциально на лучшего аргумента. Теперь в случае параболического сечения. Получаем следующую задачу формулу 23. И на графике представлены численные решения этой задачи для эпсилона равного 1 и 5 сотых. Для меньших эпсилон получить решение не удалось, но наблюдается тренд к образованию внутреннего слоя. Задачи. Проформуляционный наилучшим аргументом задачи принимает вид 24. При модифицированном наилучшим аргументом каппа задачи принимает вид 25. Здесь также рассмотрим время счета. Для различных эпсилон полученную методом стрельбы с точностью 10 минус 3, и вновь при стрелке 10 минус 2, с применением явного метода эпсилона, с переменного шага, начиная с 10 минус 3. Здесь, в общем, похожи результаты, что в том смысле, что в ходу такого жесткого случая, как одна десятая, у нас непараметаризованная задача в основном выигрывала, в случае 11 сотых, но там как раз уже параметаризация экспоненциальная, начинает себя хорошо показывать. Если мы пойдем подальше, то здесь у нас максимально получилось решить непараметаризованную задачу для эпсилон в 8 сотых, затем в 7 сотых на лучшую параметаризацию получилась во последнее, поэтому нам удалось получить решение. Ну и дальше экспоненциальная модификация при последнем значении при 5 сотых. Ну видно, что экспоненциальная модификация занимает значительно меньше времени, чем и все остальные походы, соответственно, нам удается получить решение тогда, когда другие методы не смогли. Предыдущее пробоническое сечение, оно было рассмотрено в работе Чанг и Хаоса. Здесь я хочу рассмотреть немножко модернизированную задачу это кубическое сечение. Вот тут, в общем, похожий график, тоже решение полученное для эпсилон в 1 и 6 сотых, и образуются внутренние слои. Образованы к лучшему аргументу Ленда в системе 27, и к модифицированному и лучшему аргументу Каппо форму 28. Рассмотрим время счета. Также получим методом стрельбы. Здесь непрометризованную задачу удалось решить вплоть до эпсилона 2 десятых. А также можно обратить внимание, что Каппо, параметризованная задача, вот, начиная с таких жестких случаев, как 2 десятых, 1 десятая, занимает в 2 раза или больше, или более, меньше времени, чем Ленда параметризованная. Для меньших эпсилон получить, соответственно, решение задачи непрометризованной не удалось. Других удалось, то есть обе параметризации здесь смогли получить решение для 6 сотых, самое наименьшее эпсилон, для которого получилось. Но, тем не менее, экспоненциальная, но лучше модификация здесь смогла значительно сократить время счета. Соответственно, можно сделать следующие выводы. При решении задачи с экспоненциальной скоростью роста интегральных кривых экспоненциальной модификации оказывается значительно эффективнее других подходов. Позволяет сократить время счета, получить решение тогда, когда другим издам это не удается. Однако у меня есть, конечно, свои недостатки. Это дополнительная зависимость от параметра альфа, который, по сути, выбирается эмпирически на практике. Ну и также получается, что этот подход привязан к классу задач, когда у нас экспоненциальная скорость роста, как мы видели на степенном тесте, экспоненциальная модификация была неэффективна, поскольку она была излишней, только усложняла. В общем, за счет вычисления экспонентов это просто увеличило время счета. Никакой эффективности не принесло. Ну, в общем, это может тоже считаться в таком смысле недостатком, это привязанность к определенному классу задач. Ну и, соответственно, поскольку это экспоненты, когда они принимают большие очень значения аргументов, это отдельная проблема компьютерных вычислений этих экспонентов. Последняя часть доклада посвящена исследованию области устойчивости, явно метод драйвера при решении начальной задачи. Исследование области устойчивости, как правило, рассматривают на примере задачи, получившей название задачи Далкеста, 29, где А – это некоторая, в данном случае, действительная константа. В общем случае комплексно рассматривают, но в моей работе действительно. Задача 29 считается, что она моделирует исходную решаемую задачу, если А – это, собственно, значение реализованной задачи. Теорема 1 звучит следующим образом. Область абсолютной устойчивости явно метод драйвера для задачи Далкеста задается неравенством 30. Эта теорема была доказана Далкестом. Единственным здесь отличием является то, что он рассматривал значение А меньше нуля. Я здесь добавляю следующее условие, чтобы А и шаг интеллирования H были разных знаков. В этом случае, по соблюдению этого условия, справедливое неравенство 31, задающее ограничение на шаг интеллирования. Посмотрим задачу Далкеста, преобразованную к наилучшему аргументу лямбда. В работе Кузнецова и Шалашилина также была доказана теорема 2 в области абсолютной устойчивости явного метода Эйлера для преобразованной к наилучшему аргументу лямбда задачи Далкеста в окрестностях каждой точки интегральной клевы задается неравенством 33, где Y – это решение, полученное в предыдущем шаге метода Эйлера. Также в оригинальном доказательстве в теореме рассматривались отрицательные значения, а здесь добавляется еще более общий случай, когда у нас может быть такая ситуация, что мы интегральный шаг интеллирования берем отрицательный, тогда мы можем смотреть A положительный. То есть A и H должны быть разных знаков, тогда справедливое неравенство 34, задающее ограничение на шаг интеллирования. Еще один важный здесь момент, что эта теорема заказательства, эта теорема до кузнецовой швашины была опущена в вторая часть уравнения системы 32, то есть ДТ по Далямбде, поскольку считалось, что оно вносит пренебрежимое малое влияние на устойчивость. Однако это справедливо только в окрасности поддельных особых точек. В моей работе я обобщила это доказательство, учтя эту часть ее уравнения, поэтому эта теорема здесь есть. Рассмотрим задачу Далкоста, преобразованную к эксперименциальному лучшему аргументу Каппо. Была доказана следующая теорема. Для значения параметра альфа, удовлетворяющих условию а на умножить на альфа меньше или равно 0, в области абсолютной устойчивости для явного метода Эйлера, преобразованной к модифицированному лучшему аргументу Каппо задачи Далкоста в окрестности каждой точки интегральной кривой создается неравенством 36, где Демакс представлены следующей формулой укат и ткат решения, полученные в предыдущем шаге метода Эйлера. Для продолжения теоремы на следующем слайде здесь также создается условие, при котором справедливо неравенство на ограничение на шаг интегрирования. Также были доказаны следующие следствия. Первое следствие связывает модифицированный наилучший аргумент с наилучшим аргументом лябда. Можно было изначально заметить, я забыла про это помнить, что если мы берем альфа равно 0 в форме экспоненциального наилучшего аргумента, то мы просто получаем наилучший аргумент лябда. Но следствие было доказано, что и области абсолютной устойчивости, если взять в теореме 3 параметры альфа равны нулю, совпадет с областью устойчивости, которую мы получили для наилучшего аргумента лябда. И следствие 2 было показано, что при значении параметра альфа равно минус а и h на дмакс меньше а нуле, то есть разом знаков условий устойчивости, разность на схеме неонумент дейлерной задачи 35 принимает 37. Ну отсюда здесь есть важное замечание, которое говорит о том, что если взять параметр альфа равен минус а, то можно показать, что найдется такое значение а, для которого область устойчивости для модифицированного наилучшего аргумента, ну для задач преобразованного к модифицированному лучшему аргументу будет больше, чем для задач, преобразованного к наилучшему аргументу лябда. То есть область устойчивости расширяется. Здесь апробация теоретических результатов. Тут может быть не очень хорошо видно, но это опять же экспоненциальный тест, который мы уже обсуждали. Сверху само численное решение. Здесь голубым это исходная задача. Рыжим наилучший аргумент, желтым модифицированный наилучший аргумент. И черным точное решение. Можно уже сверху заметить, потому что аудитории не очень видно, но кто удаленно подключен, может обратить внимание, что уже здесь видно, что модифицированный наилучший аргумент идет по точному решению, по черной линии. Соответственно, непараметаризованная задача и ямдопараметаризованная задача, они в области контрастной структуры, посередине, немножко все-таки ошибаются. И снизу показан график изменения шага, то есть это решалось методом Элера с примерным шагом. И внизу видно, как изменяется этот шаг по правилам лунги для всех трех задач. Видно, что по сравнению с непараметаризованной задачей шаг для лямдопараметаризованной задачи увеличивается, ну, а шаг для каппы параметаризованной задачи вообще даже не перестает, в общем-то, уменьшаться, он как растет, и только чуть приостанавливается в области гранички своих контрастных структур, и потом растет дальше. Три выводы. Экспенциальный научный аргумент нацелен на повышение эффективности численного решения жестких начальных задач с экспенциальной скоростью роста интегральных клиентов. Апробация подхода на тестовых прикладных задачах подтверждает ожидаемые результаты. В варьере значения альфа можно добиться увеличения области устойчивости. Но можно показать, что я уже поняла, что выбор альфа равна не в англите, а это собственное значение исходной задачи, теоретически хорошо подходит для решения жестких задач, но так как зачастую собственное значение принимает абсолютные значения, возникает опять же проблема с вычислением экспонентов, и здесь может быть уже проблема вычислительного характера. основные результаты выносили на доклад по резюмочистам моделирования задачи своего языкового течения в каналах, постоянного примененного сечения, разработан новый чистый метод решения начальника провела задачи для сингулярно возмущенного сравнения с контрастными структурами. Также разработан комплекс участительных программ, получивших государственную регистрацию. получили более общее доказательство абсолютно устойчивости разностной схемы явного метода Элера при решении задачи преобразованы на лучшем аргументе Элера при решении задачи преобразованы на лучшем аргументе Каппо. В работе было опубликовано 6 статей здесь на этом стаде три из них все они входят либо в перечень вак в какие-то индексируются международные системы с корпуса вебов-сайенс одна статья опубликована без авторов это свидетельство государственной регистрации программного комплекса и общая схема на программный комплекс для решения начальных задач также я была победителем в конкурсе ФФИ аспиранты и получила диплом за лучшие доклады на трех конференциях за внимание вопрос актуальных привет хорошо если позвольте я задам первый вопрос и замечание знаете я читал ваш диссертацию возможно это чернование актуальной версии концептуальные замечания одно открутите пожалуйста ставьте вопрос 8 8 8 8 8 9 вот смотрите казалось бы естественно ожидать что у вас там небольшая наклон да там шаг должен быть мелкий вот у вас мелкие длинные другие вот у вас мелкие ваши наилучшие модифицирован здесь он вполне естественно увеличивается это видные длинные другие у вас но дальше у вас возникает точно такая конверсная структура да и шаг там в роте должен уменьшаться верни как у вас длина другие с весами соответственно ваш вес в соответствующей компоненте это ее приращение с каждым очередным шагом и получается что у вас приращение в временной компоненте в вашем наилучшем инфицированном аргументе увеличивается с течением времени как экспонент для теста давоков это естественно и нормально потому что у него и решение и все производные уменьшаются экспоненциально и вот правильно это разгонять шаг по тому же экспоненциальному закону правда но как только вы сталкиваетесь с внутренней контрастной структурой вам шаг надо не разгонять уменьш дальше вы совершенно справедливо замечаете что если здесь а то есть поставить в качестве веса точное решение будет хорошо да действительно будет тогда вот для этой задачи вам нужно взять хотя бы такую весовую функцию которая воспроизводит положение контрастных структур иначе смотрите у вас в контрастной структуре шаг получается большой а вне итоги он маленький более того вот те работы на которые вы ссылались в целом в поле мы там пишем что шаг надо уменьшить не только здесь но и вот в этих областях где большая вторая производная а у вас увеличивается и вам приходится использовать автомат шага причем странной реализации для того чтобы эту проблему подарить это вот самое главное замечание которое у меня было в вашей работе то есть получается что либо вам нужно каждый раз индивидуально под качественное поведение задачи подбирать весовую функцию и по сути заново ее исследовать либо ваш подход к текущему варианте годится для задач с начальными пограничными слоями их много например вы можете взять параболическую задачу и применить метод прямых интегральные кривые быстро сходятся вы можете взять эллиптическую задачу и решать ее счетом на установление там расход шага его увеличение это хорошо потому что вы обеспечите установление за меньшее число шагов чем если бы считались постоянным шагом там тогда надо подбирать вот это альфа так чтобы у вас наименьшее количество итераций требовалось что-то типа минимакс по самарски либо вы можете взять обратную задачу типа правойности счет в обратную сторону на конечном отрезке задача плохо обусловленная но корректная и соответственно экспоненциальная необходимость кривых по идее напрямую должно подходить подошли я бы вам рекомендовал кривые задачи не есть вообще потому что либо у вас погранствует с одной стороны как у вас при постоянном сечении либо если вы делаете двустороннюю стрельбу навстречу друг другу у вас пограничные слои с известным положением но можно могу подсказывать что тогда проще взять квазерномерную сетку адаптированную к шеренитикам на слоёк мы такое делали с корректами и написать обычную разность и тогда чтобы эти задачи рассматривать надо было сравниться с подобными вот если коротко если подробно в рабочем порядке я вам предлагаю это судить уже отдельно чтобы не тратить время спасибо еще просто вопрос да можно несколько вопросов но таких более коротких значит вы несколько раз показывали такие таблицы полупустые и говорили не удалось решить когда не удалось решить подразумевается что не хватило времени или решение там развалилась то есть что имеете ввиду развалилась решение то есть я останавливала программу периодически смотрю что с ней происходит и вижу что просто она зациклилась и не может вылезти из вычислительных процессов да подожди заметить что если у вас не посчиталось на одном шаге на одной сетке это не значит что не посчиталось ваше я понимаю я поэтому привожу шаг с которым я считаю и и понимаете когда вы считаете длине другие вы можете просто не дойти до момента времени которое вам нужно возьмите например степенной тест у вас решение устойчиво изнутри при подходе к выразенному снизу да к верхнему снизу к нижнему но с другой стороны оно не устойчиво и поэтому если ваше численное решение перескочило за корень оно идет вверх на другой соответственно потеряется все последующие контрастные структуры до нужного времени вы не найдете в принципе у вас будет просто экспоненциальная перекривание это зациклилось но это не значит что не считается вообще можно сгустить сетку глобально повторить расчет кстати по поводу вашего автомата шага тоже есть замечание вы же сами пишите что вот вы задаете толеранс обозначенный буквы тетер а фактическая погрешность может не есть ничего общего тогда позвольте как же вы сравниваете методы для краевых задач и у вас нет точного решения вы сравниваете их по величине чего вот это нет ну скажем больше визуально ну потому что нету чего точного решения ни с чем сравнить эксперименты не поставить а здесь есть решение называется глобальное отпущение сеток описанной в клинической коленке на пальшем и пальшем рот глобальное отпущение сеток собственно оно отличается от вашего только одним вы зачем-то написали норму нормы там не нужны уберите норму вы получите поточечную асиментатически точную оценку погрешности в каждой точке ну вернее в каждой четной точке но вторая четвертая и так далее и по этим оценкам вы отследите фактический порядок точности оценку которая практически не отличается от фактической поврежденности вы можете считать даже как рубление проинтерполировать кривой и получить практически точное решение с машиной в точность и дальше с ним сравнивать любой другой нет решение вашей коллеги пожалуйста еще вопрос а у меня списочек небольшой у меня список он не список видимо лучше в рабочем порядке сейчас у меня у меня у меня у меня все доклады не очень понял как на практике выбирается альфа и только для уравнения вы это делали или еще какие-то примеры у меня искренне задача только задача с начальными тестами которые будут рассмотрены степенной экспоненциальной тесты альфа в общем все случаи эмпирические просто разные варианты в случае начальной тесты будет легко проверить хорошо работает вот ну скрин да а так в принципе как вот там показано что в идеале это собственно значение задачи но не всегда просто легко посчитать все понятно еще пожалуйста у нас там есть подключение как и хорошо было слышно все вопросы закончились я как раз вас спрашиваю вопросы есть у аудитории наружу 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 у вас есть вопросы в microsoft teams если позволите у меня не вопрос небольшое замечание концу доклада поскольку вопрос с вопросами товарищи слушатели не рвутся я хотел прокомментировать следующее если возникли вопросы и такое обсуждение это свидетельствует об актуальности тематики доклада по моему мнению доклад был построен достаточно хорошо и свидетельствует о квалификации высокой квалификации докладчиков а то что вопросы и замечания возникают это вполне естественная процедура прохождения вот такой апробации я бы со своей стороны хотел поблагодарить и докладчика и научного руководителя за такую работу и такое выступление спасибо 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 спасибо